Добро пожаловать в таинственный и завораживающий мир Тауматурга. Сегодня вы увидите несколько фрагментов квеста, который будет проходить в предстоящей игре. Тауматурж — это изометрическая РПГ, действие которой разворачивается в альтернативной Варшаве 1905 года, где история пересекается с фантазией. Во время этого квеста мы берем на себя роль Виктора Шульски, главного героя игры, который должен помочь испуганной женщине сбежать из города. Светвана — член царского двора, и ее исчезновение может вызвать вопросы у некоторых опасных индивидуалов. Опасаясь за свою жизнь, Светвана обращается за помощью к Виктору. В отеле «Империал», где они должны были встретиться, Виктор сталкивается с агентами окраны царской тайной полиции. Завязалась драка. Помимо быстрых и медленных физических атак, Виктор также может использовать свои уникальные способности, чтобы повлиять на концентрацию противника, и получить шанс нанести ему более сильные и зрелищные удары. Основная сила Тауматурга зависит от салютантов, потусторонних существ, в которых могут видеть и взаимодействовать только практикующие это таинственное искусство с помощью. Каждый салютант обладает уникальным набором навыков. Например, Буковадж специализируется на жестоких атаках, которые становятся сильнее по мере того, как враги слабеют. Велис, с другой стороны, может помочь Виктору в казалось бы безнадежных ситуациях, но в то же время заставляет вас рисковать жизнью наших героев. Как только битва закончится, мы сможем продолжить рассказ. Будьте на чеку, ведь изучение мира Тауматурга дает множество дополнительных преимуществ. Виктор может использовать свое восприятие, чтобы находить интересные предметы в окрестностях и, что еще более важно, читать эмоции, которые испытывают к ним их владельцы. Это может оказаться полезным в дальнейшем. А пока давайте поговорим со Стваной. Виктор, мне нужно бежать из страны. Вы меня понимаете? Я могу это устроить. Чтобы помочь Стване сбежать, Виктор должен поговорить со своим другом, у которого есть связи с криминальным подпольем Варшавы. С этой целью наш герой посещает печально известный лондонский бар. Прежде чем мы продолжим, давайте немного осмотримся. Наше любопытство оправдалось. Изучение нескольких предметов, найденных в баре, дало Виктору шанс заработать достаточно опыта, чтобы улучшить свои талматургические навыки. В игре Талматург вы повышаете свой уровень, распределяя полученные очки талматургии по одному из четырех измерений — сердцу, разуму, телу и слову. Они могут быть очень полезны по ходу игры. Со временем у Виктора все лучше получается влиять на других людей, сражаться и даже наблюдать за окружающим миром. Каждый навык, которым владеет Виктор, может быть улучшен в любой момент, что делает развитие в талматурге совершенно уникальным опытом. А теперь давайте вернемся к нашему заданию. Об этом в Еджизе рассказывает владелец лондонского бар и друг детства Виктора. И все же, несмотря на это, вам следует быть осторожным, когда вы имеете с ним дело. Он был у нас до тех пор, пока вы платили своим евреям. Всякий раз, когда я вас вижу, мне кажется, что вы кого-то мучаете. Вы хотите о чем-то поговорить? Пожалуйста. Не позволяйте ему этого делать. Я должен всего 12 рублей. Здесь мы сталкиваемся с несколькими вариантами диалога. Выбор разных вариантов может повлиять на дальнейшую историю. Вы должны загладить свою вину передо мной. Каждая копия будет сохранена. Юмор по этому поводу может помочь нам быстрее достичь нашей цели. В то же время, последствия того, что мы делаем жизнь других людей невыносимой, могут в конечном итоге настигнуть и нас самих. Я ищу безопасную и незаметную транспортировку в Вену на двойном экспрессе. Я знаю одного человека. Это Хавьер. Хавьер, или скорее что-то в этом роде. Вы не знаете, где я могу его найти? Вам следует поговорить с Форманом Ромиком. Он обычно нанимает паденщиков в районе Парвишла. Он там всех знает. Мы отправляемся в Павишлу на поиски контрабандиста Хавьера. Для передвижения между районами города, Виктор может воспользоваться несколькими видами общественного транспорта, включая кареты и трамваи. В далеком 1905 году Павична была одним из самых опасных районов Варшавы. Если бы мы проявили бдительность в начале нашей истории, то сейчас Виктору было бы намного легче. Например, когда мы сталкиваемся с полицейскими, охраняющими воду пристань, мы можем снова прибегнуть к насилию. Мне очень жаль, но мне нужно добраться до Волка. И как вы собираетесь это сделать? И все же, если бы мы потратили время на то, чтобы обыскать тела агентов охраны раньше, мы могли бы найти документы, удостоверяющие личность одного из них. Этот предмет будет полезен при общении с местной полицией в Павишле. Сержант Караш, я здесь по официальному делу. Воскостопие исчезло, но у меня есть предчувствие, что с вами у меня будут проблемы. У меня появилась интересная догадка. После долгих поисков в нескольких местах Виктор попадает в подпольный бойцовский клуб. Здесь мы встречаем Ариэля Роффу, лидера банды контрабандистов в Павичле. Как вы можете видеть, Виктор замечает приветствующего сразу за Ариэлем, что означает, что он тоже тауматур. Добро пожаловать в подземелье, мекку азартных игр и насилия. Теперь мы отправляемся сражаться в новых битвах, где сможем применить стратегии, которым научились раньше. Или попробовать совершенно новые, используя другие, салютующие, доступные для командования. Как упоминалось ранее, не во всех сражениях в Талматридже обязательно участвовать, и это не исключение. Тем не менее, победа здесь приведет нас к встрече с самим Хавиером. А также к встрече с другом Ариэля Эльза. Теперь вы можете помочь Светлане скрыться от преследователей. Удастся ли Виктору добиться успеха с нашей помощью? Выясните, это достаточно скоро, играя в Талматург. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok